Привет, слава Украине, слава ЗСУ. В тот момент, когда под Минском на аэродроме Мочулище стало неспокойно, мне почему-то сразу захотелось рассказать вам анекдот. Белорусское село стук в дверь, и хозяин спрашивает, кто там. В ответ мы слышим партизаны на вопрос, сколько вас, ответ был такой. Цван сих. Я хочу поздравить всех и поблагодарить белорусских партизан с удачной атакой на российский самолет ДРЛО, дальнего радиолокационного обнаружения. Этот самолет имеет большую тарелку, и вообще это все построено на базе Ил-76. И особенность этого самолета в том, что он всего-то на всего. Нет, он сам никого не убивает, ни в кого не стреляет, но занимается разведкой целей и цели-указанием для ударных российских систем. И по большому-то счету, то, что произошло, если эта информация действительно подтвердится, говорит о том, что Российской Федерации нанесен ущерб в некотором роде. Соизмерим с тем, что произошло после детонации боекомплекта, так это называется официально, на ракетном крейсере «Москва». Что я имею в виду? Что после того, как мы утопили Москву, вместе с экипажем возможность высадки россиянами десанта на Одесское побережье, Одесское области стало невозможным. Здесь, по последствиям, что-то очень и очень похожее. В любом случае, всех поздравляю с этим достижением и благодарю наших белорусских друзей. К поздравлению присоединяется Александр Лукашенко, который собрался покинуть страну. Я тоже не люблю алкашей и могу вам ответственно заявить, что Маша без головы не алкоголик. Она просто без головы. И, естественно, мы должны уточнить, что Александр Григорьевич, по крайней мере, планирует покинуть Республику Беларусь временно. Он отправляется в большое турне по Китайской Народной Республике и будет там находиться много-много дней. С 28 февраля по 2 марта. Сам факт этого визита и молчания Александра Григорьевича в части инцидента на аэродроме говорит о том, что наши белорусские друзья решили эту тему спустить на тормозах. Хотя, зная Александра Григорьевича, я хочу заметить, что он все-таки человек не без чувства юмора. И после уничтожения этого самолета он же собрал российских, простите, российских нет, белорусских силовиков, госсекретарь Совета Безопасности, министр внутренних дел, министр обороны, председатели КГБ. Ну, в общем, силовиков. И, очевидно, они обсуждают именно эту ситуацию. Обсуждают, а Александр Григорьевич смеется над Владимиром Путиным. Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военные техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все, что нам надо, я имею в виду оружие-железо, мы запросто получаем из России. Свежо предание, но верится с трудом, что что-то сейчас Беларусь может получить из Российской Федерации, потому что мобилизованных российских солдат, по большому-то счету, вооружают только автоматами и касками, которым скоро в обед исполнится 100 лет. Всю российскую военную технику, современную и не очень, мы планомерно сжигаем. Вот, чтобы как-то изменить ситуацию на поле боя, российское военное командование решило расконсервировать БТР-50. Их прекратили выпускать в 70-м году ровно за 10 лет до моего рождения. И если мы вот слышим, да, железо можем получить из России. И после встречи этой с силовиками, что пишут белорусские силовики? О том, что на встрече силового блока президентам было объявлено о завершении модернизации ЗРК БУК. Внимание! С переводом на отечественные, то есть на белорусские ракеты. Что-то я смотрю, не сильно вы, наши дорогие белорусские соседи, рассчитываете на своего российского брата. Да, об этом мы еще поговорим. Кроме этого, Белоруссия намерена производить серийно БПЛА. Кстати, вот у меня на толстовке изображен силуэт БПЛА. Это карающий украинский член, нет, украинская бомба, простите. Нет, это не он наносил удар по ночелющах, потому что это большой дрон. И если бы он отбомбился, там у него заряд это порядка 6-82 мин. И тогда бы этот А-50, то есть самолет дальнего радиолокационного обнаружения, был сожжен полностью. А здесь идет речь о том, что повредили саму антенну, повредили макабину. То есть самолет не сожгли, к сожалению, только повредили, но летать он уже не сможет. Так вот, мы видим, что Александр Григорьевич стебется с Владимира Путина. Как это зафиксировать? Значит, смотрите, с самолетом, российским самолетом, который полон электроники. Что-то случилось, кто-то курил. А Александр Григорьевич говорит, что... А вот то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза. И таким образом, вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружений. Мы можем себе также позволить экспортировать данную продукцию в 57 стран мира. Что мы и делаем. Напомню, что антироссийская коалиция составляет 54 государства. И я не удивлюсь, что эту продукцию поставляют в том числе и туда. Ну, там есть масса исключений. Все, конечно же, значительно сложнее. Но что мы слышим? То есть, Лукашенко говорит, не расстраивайся, Вова, сожгли твой самолет. Мы знаем, что электроники у тебя нет. И на новый самолет мы тебе обязательно поставим эту электронику. Но не сегодня, а немножечко попозже. Сейчас я уезжаю к моему другу, лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. И эта тема, она выглядит вообще прекрасной. Потому что перед отъездом Александр Григорьевич пожелал всем здоровья, удачи, катался на лыжах. Причем, я смотрю, в Беларуси снега столько, что ого-го. Не просто так Александр Григорьевич нас называет южанами. Так вот, он улетает в Китай. Но при этом в части инцидента, вот уже больше суток прошло, нет официальной позиции. Ну, то есть Беларусь просто молчит. Причем, было два таких сообщения о том, что погиб боец территориальной обороны Волонской области. Якобы в результате стрельбы со стороны Беларуси. И КГБ этой страны сразу сказала, что это не мы, нам война не нужна. По крайней мере, я так это интерпретирую. А по поводу самолета никакой информации нет. Нет ни опровержения, ни подтверждения. А российские ресурсы пишут, что не все так оптимистично, не все так однозначно. И требуют от Республики Беларусь действий. Мол, ты обещал, что если будет нанесен удар по территории Республики Беларусь, то ты ответишь так, что все будут плакать. А тут тишина. Ну, во-первых, мы должны зафиксировать, что это же не мы, это же не Украина. И я убежден, что каждый белорусский зритель, который сейчас смотрит это видео, со мной согласится и подпишется на канал. А согласится он с простым тезисом, что ни один белорус не должен пострадать в процессе уничтожения российских оккупантов. И заметьте, удар-то был нанесен на территории Беларуси, но по российскому военному объекту. Белорусы, зачем вам эти собаки, простите, россияне, которые топчут вашу землю? Ведь Александр Григорьевич что говорит? Беларусь это, правильно, независимое государство. Полуголодная, полухолодная Европа опять начинает кормить новыми фейками, протухшими, правда, о том, что якобы европейские журналисты провели расследование, что к 2030 году в России появилась стратегическая такая плана в отношении Беларуси. И условно наши, якобы оппозиционные, а я говорю, предательские медиа, подняли это опять на знамена о том, что все, к 2030 году Россия нас съест, погоди. Разные были предложения, вплоть до ухождения России в состав Беларуси. Помните, я говорил, когда мне, вот надо, чтобы Беларусь вошла в состав России. Почему в состав России? Пусть Россия войдет в состав Беларуси. Помните, 19-20 год. Поэтому это все фигня, но не это главное. По жизни не надо стесняться ставить себе амбициозные фантастические цели. Может быть, так оно и будет. Беларусь поглотит Российскую Федерацию. Ну или часть ее. Возможно, вот эта вот часть, знаете, Малороссия или Новороссия, она же там вот как раз вот в этих частях, там, знаете, где Смоленская область современная. Как же это будет Смоленская народная республика? СНР как-то так. Ну, вы же знаете, в поисках Новороссии можно выйти на такие интересные территориальные модели, что офигеют все, а Беларусь прирастет земелькой. Но самое главное, я смотрю, никто сливаться с Россией не собирается. И не собирался. Особенно прикольно это слышать перед тем, как Александр Григорьевич собирается в Китай. Заручиться поддержкой, как раз чтобы вот этого поглощения со стороны Мордора не было. Логично? Это нам в плюс, поэтому нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла вот эта тема, впихнуть Беларусь в состав России. Ничего живого в этом нет. Мою позицию, вы знаете, она неизменна. Мы независимое суверенное государство. Будучи независимым суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Другими словами, Александр Григорьевич сейчас занимает, ну, такую выжидательную позицию по поводу Нараши. Кстати, такую же позицию начал занимать Рамзан Ахматович Кадыров, большой специалист по русскому языку. Он в этом плане сильно продвинулся. И что интересно, ну, получается, это, возможно, нож в спину или как? Причем, что вот если мы эту ситуацию проанализируем, то получается, Лукашенко собирается договариваться с Пекином за спиной Российской Федерации. Ну, это просто какой-то праздник. А по поводу судьбы ДРЛО, самолета дальнего радиолокационного обнаружения, все молчат. И вот в ситуации, когда становится понятным, что война будет России проиграна, то Александру Григорьевичу логично сделать несколько шагов от Владимира Путина и сказать, это он, мы тут ни при чем. И я не удивлюсь, что этот самолет белорусские партизаны бахнули в согласовании с белорусскими силами безопасности, КГБ, что у них там есть еще силы специальных операций, у которых сегодня праздник в России. И он их поздравлял с тем, что эти ССО российские выполняют задачи в любой точке земного шара. В любой точке, ну, кроме, очевидно, Белоруссии. То есть, сам факт молчания, еще раз, говорит о том, что Александр Григорьевич, он хитрый. А хитрость, это разновидность ума. И близко к Путину подходить он, очевидно, не намерен, несмотря на все заявления. Посмотрим. Он тут рассказывал во время Масницы, что у них произошел такой странный, секретный телефонный разговор у Кашенко и Путина. Этот телефонный разговор не был анонсирован пресс-службой Кремля. Так вот, россияне наверняка рассчитывали на то, что Беларусь как-то громко ответит и покажет в очередной раз, с какой стороны готовилось нападение. Александр Григорьевич славится этим. Александр Григорьевич улетает в Китай и молчит. И это хороший знак. В любом случае, давайте поблагодарим белорусских партизанов за то, что они приложились к уничтожению российских захватчиков. И в части ДРЛО это очень и очень важно. Таких самолетов у России немного. Там, кроме планера, самое главное, это его начинка. И вряд ли. В Мичулищах был самый старый образец. Был, да сплыл. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, комментарии. Ваше мнение важно. Тем более мы здесь не сомневаемся о том, что Украина была и будет. Ну и живи Беларусь. И белорусские партизаны. До зустречи. А сейчас надо Беларусь встряхнуть.